МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите уготым выпуском. На старте завершаются опошние приготовления до самых буйных бизнес-мероприемств угода экономичного форума и международной выставы «Вясна у Гомели». Безпека перш за усе. День аховы працы провели сёння на гом сельмаши. Зелёные бяреты, як кадеты, змагаются за право ягоношэння и свою мару служить у пограничных войсках, даведався Олег Сентюроу. А зараз об гэты меньшим больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння упрынял кадровые рашэнни удачыненни до керауніков шэрагованы Украины. Геннадь Пальчик назначены на пасаду ректора Академии кераванне при президенте Республіки Беларусь. Вадзім Богуш став ректором Беларусского університета информатики и радою электроніки. Президент таксамо узгадніл назначэння Александра Драгана ректором Брэзского технічного університета. Гомель рыхтуэцца до юбилейного 15-го экономичного форуму. Головная бізнес-мероприемства года пройдзе 25 мая. По традиции, ягоудзельники наведаюць і міжнародную выставу «Весна у Гомелі», якая будзе працаваць з 24 до 27 мая у Палаце лёгкой атлетыки. Як ідуць приготавання і чаго чакаюць організаторы от сёлітніх бізнес-сустрэч? Раскажа Марына Джалая. Сёліта Гомельскі экономичный форум будзе вельмі працтавнічым. Зайовки на удел падалі з висше 630 працтавніков дзеловых колов дипломатичних місій органу улады. А мальчатиры ста з Беларусі, каля 240, у дзельнікі замежних делігацій з 32 країн. У межах форуму планується робота по шасті секціях. Приватній державній інвесторі, затікавлені у капіталу укладаннях у економіку нашай в області, а знайоміця з економічным і інвестиційним потенціалам Гомельщіны, праектамі у вытворчай сфері, перапрацючай прамысловості, сільськай господарці, туризмі, гандлі і іншіх галінах. Патенціальним інвесторам прапануюць каля 150 праектов. А падрыхтувцы до форуму разважалі сёння пачас праграма «Аткрытая студія» на Радео Гомель Плюс. На питання в'ядучій іжіхаро регіона відказувала намістник старшині комітеті економіки Аблоконкама Оксана Корнієнка. От форуму ми ожідаємо, що кажде наше предложення найдєт свого інвестора, що все проведені мероприятия і встречи закінчатся з заключенням торгових контрактів. Ну і все участники получат інтересуючу інформацію і стануть добрыми друзями і партнерами нашої області. Завершаюця і опошня прагатування до самой буйної выстави «Бизнес-потенціалу регіона» 19-й весні у Гомеле. За дні її проведення пройде каля 50-ти мероприємств делової і культурної программи. Организатори обіцають і приємні сюрпризи. Новая – це концепція. Концепція «Всё богатство родного края» – це в рамках 2018-го год Малої Родини. В цьому году ми зробили пробні уроки. Один день ми предлагаємо бесплатні пробні уроки на п'яти языках. Больша площадка дана бізнесу – це дві бі-тубі-зони. Це конференцзал, це презентуціонна площадка. Ну і нове то, що в рамках цієї весни ми проводимо большу концертну програму 25-го, 26-го. А крім того, наведовальники вистави змогуть прийняти у ділу у гастрофестивалі «Смачная весна» і набыть сувеніри у майстру рамесніків з усею Беларусі. Марина Джала, Ігор Марышенко, Телера, Де, компанія «Гомель». 25 мая у рамках экономічного форуму у «Гомелю» пройдзі другі конгрес свободних экономічних зон. Яго організаторам выступає СС «Гомель Ратон» праудзіле Сусвєтнай Федерацій свободних экономічних і спіціяльних зон. На парадку дня актуальні апытэнні притягненні інвістыцій і ролі СС у економічным розвітці регіонаву. Сю лето свободна економічна і зоні «Гомель Ратон» спаўнілася 20 гадоў. За гэтай пірецтворана звыше 11 тысіць новых працовных місців і притягнута більш як 3,5 мільярды долароў інвістыцій з 15 країн. Знаходжані «Гомельска СС» у еуразійськай экономічній просторы, а таксама ў непосреднай бліскасці адмежаў Євросоюза і Україны, робіць яе выгадным місцам для укладання капіталу. Сюня резідэнты свободной экономічной зоны «Гомель Ратон» знаходзіцца не толькі ў обласным центры, але і такіх гарадах, як Мазыр, Рэчыцца, Светлагорск, Добруш. При гэтым регістрація новых резідэнтов працягваецца. У гэтым ходзе видадзі недазволы на адкрытё яше трох працприємстваў. По праўзвоцтву бытовой електронной технікі, каторы выкупілі, точні, сечас взяли в аренду з паўзідущым выкупам неэфективно іспользані праўзвоцтві паўзвоцкі заводу хімічаскых ізделіў, проэктом біле 4 млн. доларів США. Второ предприятие у нас гомельский автобусний завод. Это російське предприятие. Значит, інвестиционний проект создання, производство по выпуску автобусів на газовом топливі. І третє предприятие у нас Миртек по производству електронных приборов по снятию електрических показаний. Даречі размова пра падрыхтолку да другога конгреса свабодных экономічных зон подзе заутра у праграмі Деалог. Першы намеснік кераўніка адміністраціі СЭС Гомілі Ратон Александр Корніў стане гостім студы і промога ефіру. Глядзіце Деалог на телеканалі Беларусьчатыры Гомілі ў 19 гадзін 20 хвілін. Свае пытанні гостю вы зможыці задаць па таліфанававшы па нумары 342043 ті з допамохай Вайбера. Сёня ў Гомілі прайшоў обласны дзень аховы працы. Його ўдзельнікі падвяли вынікі роботы па профілактиці вытворчага травматизму і ўгучылі пропановы па повышэнні ёе ефіктывнасті. У работі семінару прайнялі ўдзілы нашы корэспандэнты. На гэты раз місцам прайвідзені обласного дня аховы працы абрали гумсільмаш. Гэты вялікі холдингу ім працюя бож як 14 тыс. чалавек. Прымусіць такую колькість людзей выконвыць правилы бяспекі не простая задача. Нельга сказаць, што на прадприемстве ўвогуляніма праблем, алі і значными іх назвать нельга. По всіляким выпадку з дарыніў со смиротным заходам на вытворчасті нема амаль ўжо 7 гадоў, а узровінь травматизму ніжэй сірыння обласного. У выконанні правил ў тыхнікі бяспекі застікавлено ўсе. Работнікі, які ў выніку парушэні разыкуюць тратіць працюўнае меса. І адміністрація, яка ўмкнецца выістіна новыў рэнкі, а таму застікавлено ў патрымцы станочага іміджу. Почас проведзіні дня хувы працы ўдзельнікі дэмонструюць новыў распрацовкі. Рысываю косілку, комбайн для Євросоюза і машыну, яка ў працюе на газі. Аналагаў нема ў свете. На сўоднішній дзень на газовым тупліве это единственный комбайн в мире. Цель разработки такого комбайна это поставка данного комбайна как на рынкі Росії, так на рынкі Казахстана і на рынкі наших южных соседів бывшого Савецкого Саюза. Нажалі, мкне не отрымать максимальны прыбыток на інших предприемствах часам завершаюцца трагедыў. Толькі ў минулым водзе на Гомишыне зарегістравана 19 смиротных выпадков. 76 чалавек вернуліся дадому інвалідамі. І апіратывная статистика гэтага года не самая лепшая. Дзявіць загінувшых і 27 выпадкаў цяжкага травматызму. Сарад основных прычын не выкананні керувніками і спеціалістамі абавязкаў паахові працы. Парушэні самімі патцерпеламі вытворшай дисципліна ці ў воголі знаходжыні ў стані алкогольнага піаніння. Ёсь завагі і до работы і громадськіх інспекторів працы. Зараз на прадприємства Гомельскай в області іх більш як 11 тисяч. Але ефіктывнасті дзейнасті шаста не вельма высокая. Хоць па велікім рахунку абуяковам да порушэнняў не повинен заставацца ніхто. І сёгодня, конечно, ставіцца задача всё-таки, што бы не толька спрос был з нарушителя требування охрані труда, а как здавжасноваць с работника, но і самого рабочего, каторый рядом стоял і проявил, так сказать, безініціативність, не проінформіровал, што нарушэння. Сяродагучыных пропанул актавізація дзейнасті мабільных груп і більш тіснага узаймадзіння паміж структурамі, які займаюця профілактикай вытворшага травматизму. Правсаюзамі, виконавчуй улады і Дзержавній інспекцій па охові працы. Йюсь подставу меркаваць, што гэта пранесе карысть. У решті дзякуючы приимаймым мерам за почні гады ситуація, хоць і не стала ідеальна, але значно палепшилася. Олег Сенцюров, Вольга Коновалова, Йоген Макіенко, Телерадо, компанія «Гоміль». 28 мая Пагранічной службі Беларусі спаўняюцца 100 год. У Гомільі Примеркованные до этой подзеи урочистости пройдут в ближайшую субботу. В программе святочных мероприемствов митинг, парады и уручение зеленых беретов новученцам кадетского училища. Как долучиться до пограничного братерства, я еще по часу учебы, ведая Олег Синцеров. Зеленые береты есть в шматах армиях света, причем у некоторых они даже отвечают рыцарскому статусу. Вот это, понимаем, такого статуса нет. Но у гомельских кадетов он все равно кажется великой популярностью. Всего лета за его отримание смогались 30 наученцев, але все нормативы с доли не сдать, только 9. Я решила сдать на зеленый берет, так как я хочу в дальнейшем поступить в институт пограничной службы. Мне это нравится. Когда девушка носит зеленый берет, мне кажется, это престижно. Для меня это было не сложно, хотя нормативы пограничной службы выше, чем в кадетском училище. Гомельскому кадетскому училище все лета исполнится 5 годов и весь этот час и оно сопротивляется с гомельской пограничной группой. Менавито тут народилась идея узнагородживания лепших наученцев зеленым беретом. Ни где в Беларуси такой практики больше нема. Инша справа, что отримать огонь просто. У вызначенный нормативным час собрать и разобрать автомат Калашникова, подтягнуться на турнику и пробегчать дистанции на 100 метров и 1 километр. Плюс строевая и физическая подготовка, значение мая усе. Для того, как долучиться до пограничного братерства и еще подчас учебы в средней научальной установе, необходимо ответить достатково высоким потребованиям, физическим и психологическим. Сложность заключается в том, что нормативы не предназначены для обычных школьников. Фактически человек должен иметь спортивный разряд. Они, собственно, ожидают быть оборонцами Айчины уже со школьного взросла. Я собираюсь служить на границе, на заставе, ну и дальше идти по карьерной лестнице вверх. Гомель стал четвертым областным центром Беларуси, где отбылся республиканский конгресс «Мама-Про». И он объеднал активные семьи, которые уже стали, або только плануют быть батьками. А так само специалисты у Аховы Здоровья ухали не материнства и детинства. Какие парады от ведущих медиков Украины отримали гости, доведалась Вероника Ворошилина. И мкнение стать батьками – это самый важный и отказный круг для любой семьи. В этом вопросе немодробезе и любая корыстная информация будет за все до до места. «Мама-Про» – первая в нашей стране – прятсовка для открытого двухбокового диалога между первыми и будущими батьками и ведущими специалистами в галине материнства и детинства. Угомели конгресс объеднал каля 400 слухачов и закранул самые актуальные темы. Была огучена информация об летнем отпочинку для немаулят и тяжарных жанжин, принципах правильного охарчевания и наибольшь важных аспектах при плановании семьи. Одна из середних задач – максимальная информованность будущих батьков. Зараз у распроцесса находится проект по развитию службы планования семьи, накированный на эффективную и беспешную тяжарность и на роджение здоровых детяти. Он так само включит и разноузронивую систему оказания допомоги бесплодным парам. Женщины, которые планируют беременность, должны тоже позаботиться о своем здоровье. Прийти за 3-4 месяца к доктору для того, чтобы обозначить свои желания и возможности. Чтобы врач-участковый терапевт и врач-акушер-гинеколог приняли правильное решение, как подготовить женщину к такой эффективной беременности. Такая же будет разноуровневая система оказания медицинской помощи бесплодным парам при планировании семьи, как и структуре родовспоможения как такового. Почас конгрессу Мама-Про присутные подшули коля 20 выступлений от компетентных медицинских специалистов. Особливая увага теми детяших прищепок. Те варто их робить, пытания, кем по раннейшему задаются многие батьки. Почас диалогу прогучала, дякуючи захованию национального календара прищепок, у Беларуси удалось исправиться с многими серьезными захворываниями. Такими, как дефтеры и полиэмиэлит, на яке и сё не хворают дети украинных суседках. Вакцин очень много, они все разные. И, конечно, есть какие-то свои особенности. Но надо понимать, что никакой перегрузки иммунной системы вакцины не производят. Я посоветовала бы соблюдать национальный календарь нашей страны. Все делать своевременно, и ваш ребенок будет защищен от основных, но особо опасных инфекций. После каждого конгресса «Мама ПРО» организаторы сторонно анализуют пожадания теперешних и будущих батьков и дополняют дискуссийную программу новыми актуальными обмеркованиями. Бо только конструктивный диалог дозволит дать отказы на всех валюющие пытанника проести шлях на роджение детяти максимально правильно и беспешно. С каждым конгрессом мам становится все больше, потому что мамы передают друг другу о том, что это здорово, это очень классное мероприятие. Мы уверены, что у этого проекта большое будущее, потому что самое главное, он нужен и нам, докторам, и пациентам. А что может быть лучше, если мы видим отклик? Треба знать, что с каждым конгрессом «Мама ПРО» поверечивается количество дельников из лекомоценной половы человечества. Сюда приходят мужчины, которые выступают за ровность в размере обовязков по доглядям за детям. И это дает подставу для организации тематического мероприемства «ТАТАПРО», которое планируется запустить в Минску в начале осени. Вероника Ворошилина, Ёлген Макеенко, телерадоакомпания «Гомель». Об высшейшей эдукации на сучасном этапе шла говорка по час відеоконференции, якая отбылась в Гомельске Мабл-Виканкаме. Мероприемство присвячено году Малой Радимы, а тому одно из главных вопросов – качественная подрихтовка высококвалифицированных специалистов для регионов. На связи – представители районных и городских сроков массовой информации. Особливую увагу по часу разговаривали на дальней теме «Використание сучасных технологий» у навученні студентов. Получение высшего образования качественного, высшего образования нашим молодым ребятам, нашим белорусам, тем более на территории Республики Беларусь, это, как бы, считаем, что это одна из наших первоочередных целей. Поэтому СМИ сегодня здесь собрались, и мы, надеемся, не услышать много нового интересного. Гето, а так само и другие новини, вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресі www.cvrgomil.by. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами развитываюся. Добрых вам новинок и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Большие сроки и конфискация. Суд огласил сегодня приговоры по делу гомельских таможенников. Напомню, задержания подозреваемых начались еще в 2016 году. В итоге на скамье обвиняемых оказались 18 человек. В их числе два отдела гомельской таможни почти в полном составе, а также несколько предпринимателей. По версии следствия, таможенники брали плату за беспрепятственный пропуск машин с товарами. Неофициальная поршина составляла 40 долларов с водителя. В основном платили те, кто перевозил сельхозпродукцию без документов. По Гарцу, Дмитрий Владимирович назначен в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии, в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Это самый длительный срок из назначенных по этому делу. Экс-начальник оперативно-поискового отдела приговорен к 11,5 годам. Остальные на сроки от 3 до 8 лет. По словам родных обвиняемых и их адвокатов, они с приговором суда не согласны. Мы с сегодняшним оглашенным приговором со своим обвиняемым не согласны. Я думаю, остальные обвиняемые также не согласны. Мы его будем обжаловать. Когда получим копию приговора, будем точно знать все доводы, которые суд изложил. Но даже исходя из того, что мы сегодня услышали, мы понимаем, что суд не слышит доводов защиты и не слышит доводов обвиняемых. Проходившие по данному делу предприниматели заплатят штрафы в размере 17 тысяч до 50 и 24,5 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Опасную находку обнаружили военнослужащие недалеко от деревни Тростенец Лоевского района. В лесном массиве найдены две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место саперы достали из земли еще 70 немецких минометных мин калибра 81 мм со взрывателями. Все боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены. Расположение снарядов говорит о том, что здесь находился минометный расчет. Вместе с тем, каких-либо иных свидетельств того времени обнаружено не было ни миномета, ни останков тел. Оперативники наркоконтроля перекрыли канал поставки мака и маковой соломки в Гомель. В результате задержан поставщик наркотиков. Им оказалась жительница областного центра 1982 года рождения. В момент задержания она попыталась избавиться от полиэтиленового пакета, сбросив на асфальт. Внутри находился мак и маковая соломка общим весом почти 2 килограмма. Женщине грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Гомельская команда ВРЗ узнала соперников в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу. Накануне в решающем матче полуфинальной серии Элит Сельмаш на своем паркете обыграл столицу 2-1. Финал стартует поединком в Гомеле 25 мая. Начало матча на паркете спорткомплекса «Локомотив» в 17.00. В нынешнем сезоне соперники играли между собой дважды. В первом круге регулярного этапа сильнее были игроки Элит Сельмаша 2-1. Во втором круге вагоностроители на домашней площадке сумели взять реванш. Все с тем же счетом 2-1. Неудачники полуфинала «Фаршанский Виттен» из столицы оспорят бронзу. Первый матч серии за третье место состоится 24 мая. Футбольный клуб Гомель в восьмом туре чемпионата Беларуси по футболу на своем поле проиграл Гродницкому Неману. Нали на табло стадиона Центральной горели до 89-й минуты. Вышедший на замену на старте второго тайма Миконца Мукай точно пробил из-за пределов штрафной и открыл счет. Хозяева бросились отыгрываться, однако вновь пропустили. Николай Януш, получив мяч у Центрального округа, совершил рейд к воротам Зелено-Белых и переиграл Олега Ковалева. После восьми проведенных поединков Гомель имеет в активе 4 очка и занимает 14-е место. В девятом туре Зелено-Белые 27 мая на выезде играют с солигорским шахтером. Определились призеры женского чемпионата Беларуси по баскетболу. В серии за золото столичные цмоки без проблем обыграли горизонт 3-0. Баскетбольный клуб Гомель СОЖ в борьбе за бронзу уступил Гродненской Олимпии 1-3. В мужском чемпионате плей-офф в самом разгаре золото оспаривают цмоки Минский, Могилевский, Борисфен. Драконы впереди 2-0. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта борется за седьмое место с Гродненским принеманием. На своей площадке гомельчане уступили сопернику 58-72. Повторный поединок состоится в Гродно 25 мая. Сезон открыт. В Гомеле стартовал чемпионат города по пляжному волейболу. Поединки проходят на площадках у каскада озер в Волотаве. В первом этапе в мужской части состязаний приняло участие 11 команд женских дружин. Заявилось только 2. Однако это только пока. Гомельские пляжники медленно запрягают, но быстро едут. В предыдущие годы в разгар чемпионата количество команд участниц доходило до 30. В составах дружин есть и любители, и профессионалы, пришедшие из классического волейбола. Правда, особого значения это не имеет. На песке все равны. Здесь не имеет значения регалий, какие-то награды, заслуги. Здесь исключительно желание и постоянная работа и тренировки на песке. Потому что с классическим волейболом это совершенно разные вещи. Соревнования проходят уже не первый год и даже больше, чем десяток лет. Состоит чемпионат из нескольких этапов. В этом году он будет состоять из семи этапов. И в начале августа мы определим, соответственно, чемпиона города Гомеля среди мужских и женских команд. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.